Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы будем клеить с Юлькой обои, обои под покраску. Зачем нам это надо, мы уже говорили, потому что обои под покраску скрывают все косяки при шпатлевке. Мы делали шпатлевку первый раз, конечно у нас есть косяки и идеально ровно у нас не получилось, поэтому обои нам исправят всю эту ситуацию. Дальше завтра эти обои должны будут подсохнуть, а послезавтра можно будет их уже красить. Собственно, вот такие вот дела. Ребята, ну собственно, как клеить обои, понятное дело, что мы вам рассказывать не будем, потому что как клеить обои знают все и все это делали очень много раз. Мы тоже знаем, но к сожалению не умеем. Да, мы тоже знаем, но к сожалению не умеем. Вот, что хочется сказать. Мы наклеили вот эту вот стеночку одну и я немножко расстроился. Я немножко расстроился, потому что обои оказались настолько тоненькие, что вот если вы обратите внимание, у нас зашпатлеван как бы весь, конечно, гипсокартон, но местами есть такие пятна. Так вот эти пятна обои не перекрыли. Светлая краска у нас будет и я реально начинаю очковать. Как бы... Значит, надо все-таки темные. Значит, придется, да, делать либо два, либо три слоя, либо все-таки выбирать более темные цвета. Но не факт, потому что обои свежие, сейчас, конечно, они высохнут и наверняка они немножко побелеют. Так говорится, поживем, увидим. Ну и, конечно же, естественно, мы начали с той стенки, где у нас будет стоять шкаф, потому что первый блин всегда ком, и этот блин мы нашим шкафом загородим. Ничего страшного, нормульненько, как и все, собственно. Значит, пока Юлька у нас нарезает наши обои очередные, я вам сейчас немножко хочу рассказать, как все, собственно, это было. Дело в том, что перед тем, как наклеить обои, мы, конечно же, прогрунтовали наши стены, а самое главное, мы эти стены отшкурили. Ребята, это такой трэш. Все говорят, это сложно, но я вам скажу, что это дико сложно. Я реально задолбался. У нас все просто, все было в этой пыли, сантиметровый слой. Респираторы менялись, наверное, каждые полчаса, но это реально такой пипец. Единственное, что я, конечно, старался под лампочку шкурить, то есть как это и положено. Но это, короче, реально был пипец. Но, когда-то давным-давно на работе, чтобы отцикливать полы в нашем каркаснике, я взял вибрационную шлейф-машинку. Чушь редкостная оказалась она в плане досок, но это реально незаменимая штука, когда вы шкурите шпатлевку. Это вибрационная шлейф-машинка. Я, наверное, за полчаса весь коридор отшкурил. Причем отшкурил просто, я не знаю, нано-миллиметрик. Поэтому, если что, ребята, советую вот эту штуку. Она стоит тысячу рублей, делает всю работу за вас. Так что, может быть, кому-нибудь пригодится такой опыт. Да. Да, ребята, прошло три дня, и у нас появились полы. Да. Сейчас я вам покажу. Юлька, полы. Да. Как вы видите, мы немножечко... Ну, мы, конечно, мы. Если бы мы сами бы клали плитку, то, конечно же, мы бы вам показали, как это делается. Но... Нет, мы бы не показали, что получилось. Почему? Почему? Ну-ка, ну-ка, подождите. Так вот, ребята, как клали... Тихо. Как клали плитку, мы вам не показали, потому что плитку клал плиточник. Хотя я Юльке, честно, я ей говорил, давай я положу. Вы не знаете, но я на самом деле плиточник 80-го левела. Я вам сейчас покажу, как я кладу плитку, и у вас отпадут все сомнения, почему я ее не стал делать своими руками. Так, ну-ка, ребята, мы заходим в нашу тайную комнату, и обратите внимание, обратите внимание на эти идеально ровные углы. На это просто, я не знаю, ну уровень отдыхает просто. Вот это называется, как плитку положить своими руками, когда делаешь ее первый раз. Я не знаю, почему Юлька не хотела, чтобы я положил плитку в коридоре, потому что, как вы видите, все идеально ровно. Особенно, вот посмотрите, вот здесь вот. Вот здесь вот особенно заметно, как это все круто, как у меня все получается. Ну, а если серьезно, конечно, плитка в туалете никому не нужна. Естественно, я ее кладу своими руками, потому что никто не видит, потому что мы никого не пускаем в наш туалет, и вы никому не расскажете. Ну, естественно, коридор и самый вид, естественно, я вот этим вот рукам не доверил такую работу, как укладка плитки. Ну и хрен с ней, сегодня не делал ни про плитки. Сейчас мы будем красить наши обои. Будем это делать уже своими, блин, руками, без щели бы помощи. Небольшой лавхак, про который все знают, потому что все это делают, и мы тоже не исключение. Держи вот так. Вторую руку держи вот так. Все. Берем наш новый валик. И катаем. Какого чего ты это делаешь? Все. Теперь у нас чистый новый валик, а вот здесь вот осталась вся вот эта вот волосня, которая могла... Волосня. А оказалось бы, она на стенке. Так что вот такие вот дела. А, ребята, скоро мы вас пригласим на нашу новую серию, которая будет посвящена перекраске стен. Дело в том, что, блин, наш колеровщик, мега умный мужик, как мне показалось, немножко не попал в цвет. Может быть, просто мы немножечко не так... Мы так. В магазине смотрят все равно по-другому. Не так, как вот дома. Ничего подобного. Ты сохранился потом? Нет, ты же его потеряла. Я потеряла. Конечно. Я никогда ничего не теряю. Ну вот, ребята, дело в том, что, если вдруг вы обратили внимание, у нас два цвета. О, какая ужасная, отвратительная тень от меня. У нас два цвета. Мы наклеили обычный малярный скотч. Сделали вот такие вот полоски, как над Юлькиной головой. Вот. И у нас два цвета. Один цвет у нас чуть-чуть светлый, второй должен быть такой же, но чуть-чуть темный. А у нас получилось то, что в один цвет мы попали. Нам очень нравится, между прочим. А второй, блин, желтый. Вот он реально желтый. Я вот сейчас смотрю в монитор, но у вас он еще какой-то более-менее бледный. На самом деле он ярко-желтый, как будто осень, блин, настала. Мы такой не хотели. Мы хотели светлый беж и... Очень светлый беж. Так что, блин, так что точно вас ждет все переделка. Вот, с этого ракурса более-менее видна наша задумка, да? То есть идет вот эта вот такая полоска по диагонали, и один цвет через белую полоску переходит в другой. То есть, по идее, мы же, ребята, такие с Юлькой креативные, должно получиться красиво. Но этот оранжевый, блин, цвет все портит. Так что все будем перемазывать, переделывать. Вот такие вот мы. Первый блин всегда комом, второй, блин, как обычно, через шпу, как и надо, и положено. Опа, ребята, лайфхак. Почти не испачкалась. И помотаем в этом супер пакет из магазина Шестерочка. Всегда самые низкие цены, и, конечно же, никаких очередей. И самые прочные пакеты. И самые прочные пакеты. Ладно, друзья мои, по идее, по идее, черновой ремонт на этом, наверное, закончен. Конечно, у нас еще будут потолки. Конечно, нужно будет сделать плентуса, где-то там под розетки, ой, под розетники, там накладки на розетки. Но это же мелочь. Двери, само собой, тоже. Но, так как мы, в принципе, закончили наш черновой ремонт, что нам остается? Что делают люди, нормальные люди, после того, когда закончили черновой ремонт? Правильно, они наводят порядок. Но, в первую очередь, если вы делаете ремонт в квартире, в которой вы живете, и у вас есть мохнатый шмель, надо мыть шмеля, короче. Вот, блин, все. Сникер, скажи, вы, гандоны, я из-за вашего ютуба страдаю. Да она бы в любом случае мылась. Нет, поставь ее, да поставь. Антон, поставь мне шампунь, и что? Ну, давай, давай, давай. Шампунь детский? Нет, конечно. Она же уже взрослая девушка. Тихо ты, мяки. Успокойся, успокойся. Че ты? Че ты? А не надо было, потому что ходить, валяться в пылище. Жопа же такая. И жопу помоем тоже. И жопу помоем, да. Ладно, ребята, спасибо, что досмотрели до конца. Не совсем, конечно, то, что мы хотели вам показать, мы вам показали, но вариантов особо не было. Мы, собственно, и получили то, что не совсем ожидали. Да, да, да. Так что, если кому-то нужны подробности, хотя какие нафиг могут быть подробности, и так все понятно, как стекло, все равно мы будем все это дело еще перекрашивать. Я замечательно покрасил. Вот это здесь вот красил я, а вот там ты. Вот смотри сам. Супер, вообще офигенно. Давай, бери валик, продолжай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok